Обращений стало меньше, но грипп никуда не делся и снова растет число заболевших. Среди детей в Роспотребнадзоре рассказали о том, как часто за последнюю неделю кировчане обращались к врачам. Подробности это и других новостей в нашей рубрике короткой строкой. Кировчане стали меньше болеть, а может просто новогодние каникулы отразились на статистике по заболеваемости от Роспотребнадзора. Специалисты ведомства говорят, что обращений к врачам стало меньше во всех возрастных группах, но все же ОРВИ и грипп еще не отступили. Есть небольшой прирост по вирусным заболеваниям среди детей от 0 до 14 лет. Кировчанам напоминают, что при первых признаках болезни нужно сразу обратиться к врачу. Уроженец Котельнического района Лыжник Алексей Червоткин поедет на Олимпиаду в Пекин. Она пройдет с 4 по 20 февраля этого года. Алексей – серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион мира 2021 года по бегу на роликовых лыжах. На последнем этапе турдыски Алексей Червоткин занял третье место в гонке на 15 километров. Сейчас Алексей живет и тренируется в Москве. Впервые он начал заниматься лыжным спортом в поселке Даровской Кировской области. На Пушкинскую карту кировчане получат по 5000 рублей. Подать заявку на оформление карты можно в личном кабинете на портале госуслуг. Расширится и список мест, где эти средства можно будет потратить. В 2021 году участие в проекте приняли три кировских театра, филармония, шесть музеев, ОДНТ и четыре индивидуальных предпринимателя. За четыре месяца прошлого года по Пушкинской карте было продано 11 тысяч билетов. Деньги Пушкинской карты можно потратить и на посещение учреждений культуры в других регионах. В исправительных колониях Кировской области начался конкурс снежных фигур. Он проходит каждый год и всегда. Работа заключенных привлекает много внимания кировчан. Авторы ледяных фигур сами выбирают тему, готовят эскиз, делают ледяные блоки и даже изготавливают краски для украшения своих композиций. Администрация исправительных колоний говорит, что такие конкурсы помогают осужденным развивать творческие способности и занимают много свободного времени. Итоги конкурса среди всех колоний подведут в конце зимы.